Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Сегодня у нас будет видео, посвященное фаворитам и разочарованием июля-начало августа. Я тут поняла, что у меня накопилось огромное количество средств по уходу за кой же лица, начиная от Рианы Фанти Бьюти, заканчивая, например, средствами от Пикси, ее новой коллекции с розами. Поэтому, если вам интересно посмотреть на то, чем я пользуюсь, что у меня впечатлило, а что не очень, тогда оставайтесь со мной. Ну а перед этим не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии или подписываться на канал. Да, я знаю, возможно, это звучит раздражающе, но я должна вам это сказать, иначе мало ли вы забудете. Но если вы готовы погрузиться в мир красоты, тогда мы начинаем. Поехали! Первое, с чего я хочу начать, это, конечно, будет Риана и ее Фанти Скин. В прошлом видео, когда я делала обзор на всю ее новую коллекцию Фанти Скин, я сказала, что эта умывалка вообще ничто, она очень плохая, очень сушит кожу и так далее и тому подобное. Но вы знаете, что она очень хороша тем, что вы можете использовать ее в душе, то есть вам не нужно специально, да, там, снимать слой макияжа, потом использовать гель для умывания. Тонер, вы можете зайти в душ, использовать этот гель и у вас все сойдет, кроме, допустим, водостойкой туши. Мне нравится запах, запах всей этой коллекции у этой умывалки, он самый-самый лучший, то есть он не слишком такой насыщенный, прям вот идеально. Все те люди, кто пробовала ее новую коллекцию, так и говорят, что гель это самое лучшее из всего, с чем она вышла. Следующий продукт, это очень спорный продукт, потому что это крем с солнцезащитным фактором. Очень-очень сильно пахнет. Если бы это был какой-нибудь крем для тела, то, может быть, это было бы нормально, но это как бы крем для лица. Никто просто не ожидал такого сильного аромата, и если вы зайдете в любой пост на Trend Mood, к самой Риане в Инстаграм, все люди пишут, убери запахи из косметики, убери запахи из косметики. И я смотрела многих американских ютуберов, и все говорят, что это средство самое худшее, по их мнению, там за июль месяц. Эти средства зачет, это средства нет. Следующее средство, это вот такая умывалка от Pixi, которая называется Rose Cream Cleanser, то есть это умывалка в форме крема с экстрактами розы. Очень милая упаковка, она такая розовая, девчачья, очень классно будет поставить ее в ванную, она красиво будет смотреться. Мне она показалась неоднозначной, просто потому что у нее очень специфический аромат розы, то есть это такой аромат розы, что когда я наношу это средство на лицо, мне не хочется дышать, я просто хочу помыться и как бы не чувствовать этот аромат этого геля, потому что он очень, ну не то, что неприятно, он такой, знаете, дешевый розы аромат вот в этом геле. В общем, я не очень в восторге от этого аромата, этого геля. Pixi, в принципе, ну он неплохой бренд, хотя если посмотреть на ютюбе, что говорят о нем настоящие дерматологи, то вы удивитесь, насколько в этом бренде очень много химических продуктов, о которых мы даже не догадываемся и так далее. То есть посмотрите, вам будет реально интересно узнать это. Следующий товар, о котором так много говорили люди в прошлом месяце, было столько много и негативных, и позитивных, и смешанных комментариев и отзывов, это средство от Бекки. Бекка Zero No Pigment Foundation. Это не то, что вы знаете, тональный крем без пигмента, это действительно праймер, такой очень плотный праймер, который выравнивает вашу кожу и также охлаждает ее, когда вы наносите его на кожу. То есть он вот в этом плане идеальный. Когда, допустим, я знаю, что мне нужно хорошо скрыть свои поры, я нанесу этот праймер, и кожа будет реально выглядеть очень хорошо, она не будет жирниться в течение дня. И вы знаете, хоть у этого средства и неоднозначные отзывы, оно неплохо, однако, если бы Бекка сказала, ребята, это очень хороший, супер классный праймер, берите, покупайте его за там 30, сколько, 35 долларов, люди бы сказали, праймер, я подумаю, спасибо. Однако, они сказали, что это тональный крем без пигмента, это новинка, это революция, и люди взбаламошились, однако, это просто был неправильный маркетинг, то есть не то, что неправильно, они так и хотели сделать, чтобы люди повелись на так называемую No Pigment Foundation, хотя, по сути, это просто праймер. Я ничего не имею против этого праймера, потому что мне нравится, как он сидит на коже, мне нравится, как он скрывает мои поры и так далее, я им пользуюсь иногда и не имею к нему претензий. Следующее средство, которое попалось мне в моем бьюти-боксе, на которое я делала тоже видео пару дней назад, это крем, который называется Grown Alchemist, или взрослый алхимист, в общем, это средство австралийского производства, и оно невероятно натуральное, то есть здесь имеется такое количество трав, нет никакой химии, и если вы меня спросите, сколько он стоит, он стоит в районе 50 долларов, 50 долларов за вот такой крем, и мне этот крем понравился, мне этот крем понравился, потому что он, допустим, когда вы наносите его на лицо, он может показаться таким жирным, и он также белит немножко ваше лицо вначале, и в общем, вот так вот он выглядит на руке, очень мягкий, не слишком ароматный, вернее, в нем такой очень нежный, редкий аромат цветов, он чувствуется, знаете, как такой органический, натуральный крем, может быть, для тех людей, кто любит натуральные продукты, использовать натуральные ингредиенты в их кремах, в общем, я бы не купила это сама, но мне нравится. То, что бы не удивил, и не то, что бы расстроил, это сыворотка от Pitchin Lily, называется она Glass Skin Refining Serum, то есть это сыворотка, которая якобы делает ваши поры, должна делать их меньше, это известный якобы корейский бренд, о котором я ни разу не слышала, что очень странно, но в общем, эта сыворотка попалась мне в моем бьюти-боксе, вот Алюр, кстати, у меня сегодня еще пришел один бьюти-бокс, скажите мне, ребят, вам было бы интересно смотреть на распаковку бьюти-боксов, потому что я получаю их каждый месяц, там, по 2-3 штуки, будет ли вам это интересно, пишите в комментариях, я все читаю. Обычно это какая-то водичка, эссенция, то есть я не увидела ее силу на своей коже, стоит она в районе, знаете, долларов 40, 35, 50, что вроде того, я напишу внизу, естественно, но я не знаю, она типа бестселлер у них, но я не понимаю, почему люди так о ней поют оды. Предпоследний наш любимчик месяца, это вот такое средство от Pravana Nivo, это вообще бренд, который я увидела первый раз в Алте, то есть я шопилась там, я зашла в отдел входа за волосами и увидела этот спрей. Я, если честно, очень люблю спреи после помывки волос, наносить их, нанести спрей на волосы, и как бы он уже сам распределяется. Я не очень люблю вот гели или какие-то такие текстуры, не знаю, непонятные. Я вот больше по спреям, потому что их легче наносить, и они как-то не такие жирные чаще всего. Это средство, оно кондиционер, который вы оставляете в волосах и там сушите их, и все. Прикол этого средства в том, что оно двухфазное, то есть вам нужно его сболтать, выпрыскать это на волосы, и ваши волосы... Ой, мне это в воду попало все. Волосы становятся гораздо более увлажненными, сияющими, блестящими, шелковистыми и так далее. И вы знаете, здесь огромное количество разных масел в составе, то есть я вижу масло жожоба, розмарин, соевый протеин. Обожаю это средство. Мне оно очень понравилось. Стоит оно очень недорого, что-то вроде 10 долларов, поэтому крайне советую. И последний из списка фаворитов этого месяца у меня идет вот такой праймер от NUX, который называется Bear With Me, и он вообще с каннабисом, да. Это очень классный праймер, потому что он невероятно вкусно пахнет, и он делает ваше лицо блестящим, но не в плохом смысле. То есть не то, что у вас блин на лице, нет. Он такого, знаете, бежеватого цвета, и это очень странно, потому что, ну, когда вы наносите его на ваше лицо, оно не имеет цвета, то есть это просто праймер. И так как у нас здесь в составе каннабис, он невероятно хорошо увлажняет вашу кожу и подгодавливает ее к нанесению следующего шага в вашем макияже. Его можно использовать не только как праймер, но также наносить на лицо одиночно. Я насчет этого не уверена, потому что он не дает вам никакого пигмента, то есть кожа выглядеть будет достаточно голой. Очень классное средство, оно стоит не очень дорого, может быть долларов 10-15, но оно стоит своих денег. Я вот всегда, когда иду сюда делать свой макияж в своей комнате, я смотрю на праймеры, которые у меня есть, и я, чаще всего, моя рука тянется именно к этому праймеру, потому что я вижу, что он делает кожу очень красивой, дорого выглядящей, поэтому я сейчас понимаю, почему Нюкс так популярен здесь в Америке, потому что у них очень доступная косметика, которая, если знать, что покупать, вы можете реально сэкономить, не покупая какие-то другие дорогие бренды, потому что у них очень хорошие некоторые серии косметики, а некоторые, конечно, нет, тут уже нужно знать, что покупать. Следующее средство, которое мне очень сильно нравится, это вот такая сыворотка-макияжный праймер от L'Ange. Это сыворотка, которая, знаете, она не чувствуется на коже вообще, она очень легкая, и у нее такой красивый розовато-прозрачный цвет, то есть по консистенции это прозрачная сыворотка, но в ней имеются такие небольшие, как бриллиантики, перламутр, что ли. Она делает кожу очень такой красиво выглядящей, блестящей, не липкая никакая, потому что в комментариях на сифоре люди говорят, что ой, она очень липкая, она не понравилась, но эта сыворотка, она не липкая, от слова вообще. Очень приятно ощущается на коже, и что очень классно, что эту сыворотку вы можете использовать не только как праймер, но и просто как сыворотку, допустим, в вашем повседневном уходе. Кстати говоря, это сыворотка от L'Ange, которая называется, мне сказала название, Base Serum Eclat, она похожа по действию на сыворотку от ELF, которую я купила, может быть, пару месяцев назад, и я делала обзор на целую коллекцию от ELF, Retro Paradise. Эти сыворотки, они похожи, однако они разные, просто потому что эта сыворотка, вернее, это масло для нанесения макияжа, оно очень масляное, то есть, если я нанесу сейчас его на свою кожу, моя кожа будет очень такой масляно выглядящей. Да, оно высыхает, но оно прям супер-супер масляное. Если у вас, допустим, жирная кожа, комбинированная, как у меня, это сделает вашу кожу достаточно жирной, и непонятно еще, сделает ли это масло от ELF ваши поры забитыми или нет, потому что вот это прям масло масляное. Эта же сыворотка от ELF, она очень такая нежная, очень корейская, корейская по тому, как она сделана, мне она очень нравится, и дизайн этой сыворотки, он прям тоже очень-очень классный. И вот такой у нас был сегодня обзор лучших и худших средств за июль месяц, и также за начало августа. Как вы видите, я много пробую всего нового, мне хочется всегда быть в курсе, что выходит нового, и пробовать это тут же, вот такая вот я близняшка. Надеюсь, вам понравился этот обзор, скажите, а что вам понравилось больше всего из того, о чем я сегодня говорила, и есть ли у вас что-либо из того, о чем я сегодня говорила, потому что мне интересно, как быстро приходит в Россию то, что появляется в США, потому что это всегда такой, знаете, открытый вопрос. Я желаю вам хорошего начала этой недели, потому что сейчас, когда я снимаю, у нас понедельник, неделя только началась, и еще нас ждет долгие 4 дня до пятницы. Но я с вами не прощаюсь, ребят, скоро увидимся, всех люблю, всех целую, всем пока!